Ещё одно спортивное событие, посвящённое работникам энергетической промышленности, прошло 19 декабря. Во второй соревновательный день на ковре сошлись в рукопашном бою. Воскресное соревнование прошло в более домашней обстановке. В нём приняли участие почти 50 юношей и девушек от 6 до 15 лет. Это бойцы, которые тренируются в клубах Десногорска. У нас есть в городе несколько клубов, которые непосредственно входят в нашу федерацию рукопашного боя в Смоленской области. Есть у нас клуб единоборств Деки в Десногорском. Плюс два клуба у нас участвуют в Смоленской атомной станции «Витязь» и клуб рукопашного боя «Олада», который относится конкретно к федерации рукопашного боя в Смоленской области. За турнирный день спортсмены провели более 30 поединков. В спаррингах с равным по силе соперникам развивается выносливость, внимание, улучшается реакция и появляется сила воли. Не менее ожесточенно сражали за победу и девушки, которые ломают стереотипы и все чаще делают выбор в пользу неженского спорта. Девятилетняя Саша, например, пришла в единоборство из танцевального кружка. Я раньше ходила на танцы 4 года, потом что-то не сложилось с тренером, и я решила попробовать заниматься рукопашным боем. Так как мой брат занимался, я тоже решила. Начала заниматься с 9 лет, занимаясь около 6 месяцев. Я хочу добиться, чтобы я выиграла турнир какой-нибудь, заняла первое место и ездила на всякие соревнования, турниры. Призёры были награждены грамотами и медалями в соответствии с занятыми местами. Кроме этого, участники получили сладкие подарки от Смоленской атомной электростанции. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.